МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 сентября, в день дружбы народов, который в этом году отмечается в Самарской области уже в седьмой раз, в день празднования 435-летия Самары состоялось торжественное открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе столицы региона. Сегодня программа «Самара многонациональная» расскажет об этом важном событии для нашего города. Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Важность объекта для сохранения культурного наследия региона отметили губернатор области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и приглашенные гости. Конечно, региональная власть подключилась к реализации проекта. По-другому и быть не могло. Это традиции нашей земли, где испокон веков в братской дружбе жили люди разных национальностей, разных вероисповеданий. И «Парк дружбы» – символ этой дружбы многолетних. Получилось даже лучше, чем мы ожидали. Каждый дом интересен, в каждом доме собрано все самое ценное. Это исторические экспонаты, это, конечно, книги, литература, обычаи. Очень хочется, чтобы это было на долгие-долгие годы. И чтобы у нас по дворям увеличивались. Созданы все условия для того, чтобы народы ближе узнавали друг друга, узнавали те традиции, те обычаи, которые есть. Кладка стен, резьба по дереву, покрытие крыши, изготовление изгороди – все декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами и умельцами. Некоторые строительные материалы привезли с мест традиционного проживания народов. К примеру, природные камни для возведения осетинского дома и подворья были собраны у горных рек в Южной Осетии. А для кровли национальных домов использовали не только керамическую черепицу. В ход пошли такие материалы, как солома, тез, дранка, фальц. Мы видим, как эта деревня может жить, как каждый дом может воспроизводить традиции и обычаи своего народа. Я, конечно же, видим, что это только начало, это старт большого пути. Мне вообще все понравилось. Я вот заходила в каждый домик, все очень хорошо, концерт хороший. Здесь столько национальностей, все дома разные, у всех культуры разные, очень интересно. На центральной площади в день открытия этнокультурного комплекса зачитали поздравления от главы государства Владимира Путина. Этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества. Парк дружбы народов. Сам парк символизирует братское многовековое проживание на нашей Самарской земле людей разных национальностей, разных вероисповеданий, в мире и дружбе, взаимовыручки. И очень знаменательно то, что открылся этот парк в день города Самары, что многократно подчеркивает значимость этого события. И именно здесь сегодня мы видим тот оплот дружбы, тот оплот единства, единения нашей российской нации, всех ее представителей вокруг этого замечательного сооружения, которое, я уверен, будет являться центром притяжения для национальных культур, нашего города и нашей области. Действительно, уникальный этнокультурный комплекс, аналогов которому нет в России, представляет собой архитектурный ансамбль из 20 подворий этносов, проживающих на территории Самарской области. На территории в 12 гектар расположились подворья немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чуваший, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен. Уникальность нашего дома в том, что мы планировали и надеялись, что смогли передать тот колорит, национальный, чисто узбекский. И мне кажется, все, кто сюда сегодня заходит, сразу вспоминают свое детство. Это самое дорогое, это очень многого стоит. Возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. В 2017 году появились первые срубовые дома. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые-архитекторы. К работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей. В строительстве каждого дома использовались оригинальные материалы. Именно те материалы, которые традиционно использовались представителями того или иного этноса для строительства своих жилищ. Интерьер домов также выдержан в строгом стиле, в строгих правилах каждого народа. Там в каждом доме с любовью были собраны различные предметы утвари, предметы, которые представляют в том числе и историческую ценность. И именно это позволит каждому посетителю этого национального комплекса, этнокультурного комплекса, именно погрузиться в культуру тех народов, которые здесь представляют свою национальную культуру. Благодаря акции, которую запустили Дом дружбы народов совместно с Общественной палатой Самарской области, каждый житель нашей страны мог внести свой вклад в строительство национального парка и передать вещи, предметы быта для наполнения домов. Экспонаты привозились со всей России. Многие строительные материалы были привезены с мест традиционного проживания народов. При расположении домов относительно кулицы учитывались как национальные, так и религиозные особенности. Организаторы старались, и мы старались, чтобы это понравилось людям, чтобы это понравилось и самим нам, наверное, прежде всего. В каждом национальном подворье возведены различные хозяйственные постройки согласно традиционным занятиям народов амбар, конюшни, мельницы, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани. Символизм открытия этнокультурного комплекса В день дружбы народов Самарской области и в день рождения Самары отметили и другие почетные гости, которые обратили внимание на то, что в регионе уделяется особое внимание развитию гармоничных отношений между народами. Люди счастливы, людям нравятся, мне самому это нравятся. Я, честно говоря, в восторге. В восторге от происходящего, откровенной душевной. Все душевное, самое что, все душевное. В Самарской области делается многое для того, чтобы межнациональные отношения были гармоничными, чтобы люди разных национальностей, живущие на этой благодатной земле, были в мире и согласии друг с другом. Создание парка дружбы народов, это, наверное, самое лучшее, что может объединить разные национальности в единую семью. Потому что вот в период постройки, в период открытия, в период подготовки мы намного сдружились, потому что мы постоянно советовались друг с другом. Мы говорили, одна голова хорошо, а пошли с тобой лучше. Ну так мы советовались. И вот этот парк, мне кажется, что он объединил все народы и национальности по Самарской области. И тот факт, что президент страны направил приветствие в адрес участников этого события, говорит о том, что проект не только региональный, а имеет значение для всей нашей большой многонациональной страны. Новый этнокультурный комплекс – итог большой работы людей, искренне любящих родной край. В архитектурном ансамбле наглядно представлен народный быт, культура и искусство различных этносов. Благодаря этому формируется уникальная культурная среда, в которой гармонично переплетены многие национальные традиции. Сами представители национально-культурных центров уверены, что новый комплекс станет не только местом для просвещения молодого поколения, проведения массовых мероприятий и семейного отдыха, но также яркой точкой на карте туристических маршрутов по Волжье, ведь подворья действительно неповторимы. Я рада, что я являюсь куратором этого башкирского дома-музея. Вот то, что внутри поставлено, куплено, положено, это сделано, туда вложена моя душа, душа моего коллектива, Курултай Башкир, города Самары. У Башкир принято проводить семейные чаепития по выходным. Для того, чтобы было вкусно, сытно, тепло, хозяйка всегда делает на стол разную выпечку. Это хворост, баурсак, икмек называется, по-башкирски хлеб, каравай большой ставится в середине стола, для того, чтобы было всем сытно, потому что это являлось основным продуктом, который употребляли в пищу. Также пирог с творогом и есть козалык. Это колбаса, которая сделана из мяса конины. Она очень вкусная, диетическая и полезная. Также мы завариваем чай. Он особенный, он специальный, он с травами, со степными травами, так как башкиры являются народом степным. Чай также является полезным, очень много в нем витаминов, он ароматный и вкусный. Этот дом именно присущ нашим башкирам, которые жили до 30-50-х годов прошлого столетия, она взяла концепцию. И я думаю, что все жители, которые будут посещать этот комплекс, в том числе башкирский дом, увидят нашу жизнь и быт башкирского народа в прошлом столетии. И в принципе, мало что изменилось, то, что мы перенесли на это столетие. Ну и та дружба, которую на сегодняшний день постараюсь максимально объединить, я думаю, оно реализовано в полной мере. Уникальность нового парка дружбы народов заключается не только в том, что в нем представлена культура многонациональной Самарской области, но и в том, что здесь каждый может найти себя и глубже понять традиции других людей, тех, с кем он дружит и живет на одной земле. Именно уникальность в этом парке, то, что каждый народ здесь проводит обряды, свои какие-то праздники будет проводить, тут будут проходить мастер-классы, то есть детям мы будем проводить здесь занятия, воскресные школы. То есть здесь большая, как бы, расширенная будет программа и вообще то, что есть такой парк и то, что в нем есть наш казахский дом, юрта, для нашего казахского народа, я считаю, это огромный подарок. В каждом национальном доме можно встретить совершенно редкие предметы быта. Вот казахская юрта и традиционный печь-тандыр. Внутри разделение на женскую и мужскую половины. Стулья заменяют матрасы. Жилье украсили традиционными казахскими рисунками, лисиями и волчьими шкурами. Казахи раньше занимались скотоводством и каждый, ну, целый день на ногах и уставали ноги. И вот форма, именно вот такой вот уникальной формы кровати помогала хозяину, например, отдохнуть, то есть ноги сюда, голова здесь и отток крови в ногах и хозяин спокойно отдыхал. Самара становится красивее, мощнее. Она становится городом для жизни, куда хочется возвращаться и откуда не хочется уезжать. И появление здесь такого нового, знакового, памятного места, как парк дружбы народов, конечно же, добавляет ярких красок на палитру Самары. Самарский регион издревле славился своими интернациональными, межнациональными связями. И он столько раз человек, сколько языков он знает. Он столько раз человек, сколько культур он постиг. И чем больше культур он узнает, чем больше языков он выучит, чем больше мы будем общаться с представителями разных национальностей, тем лучше мы узнаем друг друга. Тем больше у нас будет оснований называться людьми с большой буквы. Сила России в единстве народов. Мы развиваемся только потому, что у нас дружба между народами, потому что они все вместе, потому что у них есть общие интересы, общие цели. Руководство города и области неоднократно отмечали важность объекта для сохранения культурного наследия народов региона, для воспитания в подрастающем поколении уважения к национальным традициям, к истории многонациональной страны. И когда люди знакомятся друг с другом, разные нации, разные культуры, разные традиции и религии, они перестают друг друга опасаться. То есть вот мы открыто, да, каждый объяснил свою культуру. Почему здесь именно так и как это было издревле. Конечно, это ценно, это важно, это нужно, это наша жизнь. Символическим и географическим центром парка является Центральная площадь для проведения всевозможных праздников и массовых мероприятий, способная вместить несколько тысяч человек. Парк станет визитной карточкой многонационального Поволжья, зримым воплощением сплочений и дружбы представителей разных национальностей, площадкой для взаимодействия с представителями различных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Редактор субтитров А.Семкин